итак добрый день первая попытка записать что-то с помощью этой прекрасной программы играем матч до 3 очков в короткие нарды с удвоением итак белым выпало 6 5 ход традиционные точно так же как и выпало черным то есть мне тоже 6 5 буду останавливаться только на самых главных интересных ходах пока все более-менее традиционно ну хотя вот здесь можно немножко паноризировать 6 3 мы можем уйти до конца чтобы минимизировать шансы подбить нашу шашку либо подготовить билдер на десятом пункте для застройки в дальнейшем нашего дома таком случае мы правда рискуем подставляя шашку на 18 пункте пожалуй мне эта позиция не нравится чуть больше а вот компьютеру это не нравится значит придется все-таки ходить минимизируя свои шансы на подбить навечу сразу что я играю с настройками контроля игры программы так называемый режим тренера не буду сейчас подробно останавливаться на том что это такое двоечку мы можем походить так а можно побить опять же дилемма в таком случае остается много открытых шашек под боем поэтому пожалуй на этого делать не будем да и компьютер сама согласен теперь на свет так называемая фактически чистая гонка поэтому все будет достаточно быстро просто наша задача просто как можно быстрее и красивее застроить свой дом и ждать и думать о том когда можно объявить удвоение в данный момент как вы видите по пипсом 116 у программы и 123 у меня то есть всего плюс 7 примерно равная гонка поэтому пока а дабли думать рано как известно дабл наступает границ от 8 до 12 тире 13 процентов преимущества со стороны одной из сторон старатой сторон в пользу одной из сторон на самом деле не очень принципиально как раскладывать шашки но может быть есть направо не расставлять шашки больше четырех на одной пункте вот этот джокер так называемый 66 сопернику тем не менее я думаю пока ему этого недостаточно когда бы не получается красиво расставить хотя нет вот видите объявил дабл 68 пипсов у программы 77 у меня это примерно 13 14 процентов пользу белых на самом деле очень пограничная ситуация то есть если преимущество белых стоять больше 13 процентов на и будут пасовать если меньше 13 соответственно принимать а 68 10 процентов это примерно 7 пипсов и еще два процента это примерно 1 2 3 ну примерно 8 пипсов по идее надо пасовать столько пограничный пас я думаю пробовать даст да программа сама согласилась в дальнейшем пробую подробнее описать как я принимал решение отдыхал а сдачу 42 кстати мой предыдущий ход это важно четвертый пункт всегда своем доме либо доме соперника 45 надо конечно использовать любую возможность подбить чашку соперника надо сказать что в данном случае заняты пункция соперника знаете 5 пунктов и в моем доме достаточно сильная позиция для того чтобы в любой момент мне будет надо будет задумываться то могу ли удвоиться что соперникой есть контр игра вряд ли первое некоторое время я буду удваиваться пока буду играть аккуратно а теперь какой-то не очень гибкий ход сделал а у меня есть возможность закрепиться пока я очень не знаю когда пытаюсь понять как играть и как рассказывать поэтому неизбежно ошибки возможно вот так чтобы сделать как можно больше билдеров на третий пункт может быть играть более рискованно ибо под прямым ударом стоит открытая шашка только под пятеркой вот другой стороны очень много намного впереди на 21 пикс поэтому не хочется лишний раз подставляться давайте сыграем более аккуратно вот о том о чем я говорил объявлять дабы в данной позиции пока рановато потому что все-таки соперник хорошая контр игра хотя при счете 0 1 в игре до 3 до был немного раньше чем обычно хватает ли нам 15 пипсов на 129 тут же вступают в силу нюансы такого плана соперник насколько соперник сильный если уважаю соперника я могу дать дабы раньше если думаю что он слабее меня то я бы не буду торопиться в данном случае я конечно уважаю программу это очень сильная программа поэтому все таки попробую двое да и даже без уважения или с уважением было признано правильным зрением почему надо чуть раньше удавить опять же я расскажу под попозже вот вот интересный ход подбить в данной ситуации означает оставить очень много открытых шашек под боем 3 1 это достаточно много учитывая что дом соперника застроен поэтому пожалуй будем играть безопасно 5 программа падает 6 6 безусловно очень хороший камень почти в другой ситуации здесь я бить опять же не могу что-то снимала в этой шашек ну и с другой стороны я сдерживаю соперника и пока могу просто аккуратно застроить свой дом застроить свой дом застроить свой дом и ждем и ждем это очевидно связано с тем что делаю такой ход я решаю себя простора я любой камень типа 6 1 5 1 6 1 вернее 6 2 6 6 2 мне тоже устраивает ну 6 1 по крайней мере делать про позицию не гибкой поэтому видимо имеется ввиду что можно сыграть более гибко оставьте более гибкую позицию застроим дом наш единственный шанс есть дождаться пока соперник раскроет свой 14 пункт а пока просто заполнять свой дом ну вот собственно мой дом закрыт я жду соперника но казалось бы лишать себя шестерки не очень безопасно ибо любой другой ход с шестеркой поставить мою шашку под бой попробую так вот теперь мой единственный шанс не единственный но был последний один из последних шанса подбить подбить но увы но теперь уже ждать нечего надо быстрее стараться обгонять соперника по гонке так это не очень хороший ход так сейчас достаточно хорошее преимущество соперника мне мне нужно какой-нибудь крупный камень по к сожалению не приходит вот сейчас я выбрасываю два камня и и и следующим В данном случае 2-2 меня не спасают. 1, 2, 3, 4. Только 3-3. 1, 2, 3, 4. Это в любом случае. Не важно. Ну а теперь ждем волшебного куша. Он не приходит. И я проиграл свой матч. К сожалению. Анализируем матч. В принципе в режиме тренера все анализы ходов были по ходу матча, поэтому никаких новых ошибок не будет. В данном случае что можно сказать. Соперный был за счет удачи. Смотрим. Статистику матча. Соперник супер натуральный. Естественно это сама программа если вы дает максимальный балл. 2050. Это максимальный рейтинг. У меня 2007. World Class за счет одной ошибки в ходе, который у нас был сомнительным. И за счет одного пропущенного дабл. Решение АВ, которое очень небольшое. Видите, даже общая оценка по кубам не является низкой. Не снизилось ни на чуть-чуть. Ну вот собственно про удачу. Соответственно у соперника удачи плюс почти плюс 20 мин минус 33, 50 пунктов. Удача это не отыграема. Ну вот какой был мой смейтинг уход 3,3. Ну 0,49% минимально. Что мне понравилось. Я походил вот так вот. Соперник походил вот так вот. Все примерно плюс-минус одинаковое. Не думаю, что это что-то особо означает. Вот и 6,6 ход. 6,6 решил многое. На данной позиции соперника вставал на 7 пипсов. После этого он опережал на 17 пипсов. И уже имел после этого хода преимущество 77% на победу. После моего хода у соперника осталось еще больше. Стало еще больше процентов. 78,5. Соответственно железный дабл и пас. Принять. Означало оставить сопернику. Дабл пас. Дает сопернику 60% на выигрыш матча. Дабл пэк дает сопернику 62,67% на победу. Матча.